Сначала антисептик, а затем быстрый укол с виду обычным шприцем, затем вытереть каплю крови и готово. На всё про всё, ну, не больше минуты. Так под кожу вживляют микрочипы, устройства размером с рисовое зерно. Могут заменить паспорт, банковскую карту, билет на поезд или в кино и даже ключи от дома. Доступ ко всему этому после простой медицинской процедуры сосредотачивается в человеческой ладони. В Швеции услуга весьма популярна. По последним сообщениям прессы, частично стать киборгами согласились больше 4 тысяч человек. При этом количество желающих настолько велико, что компанию по биохакингу, а именно так это называется, не справляется со всеми запросами. Для ускорения процесса даже проводят специальный чип-вечеринки, когда за вечер на потоке вживляются десятки устройств. Реклама подобных мероприятий при этом явно навекает на предсказание апокалипсиса. Однако, помимо религиозных опасений, есть и более насущные. Но в частности, насколько это безопасно и не только с точки зрения возможных медицинских проблем, но и, например, банального взлома. Мария Киреева искала ответы. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. А в России, интересно, такие киборги уже есть? Счет энтузиастов в нашей стране уже идет на десятки. Но операции они делают или за рубежом, или самопально. Вживление микрочипов никак не регулируется российским законодательством. Впервые чип имплантировал себе британский профессор Кевин Уоррик еще 20 лет назад. К концу прошлого года было продано уже около 100 тысяч подобных микросхем. Помимо Швеции, на потоках вживления поставили в США. В одной из компаний киборгами согласились стать 60% сотрудников. Биочип чуть более сантиметра в длину. По сути, аналог пленки, используемой в пластиковых картах или проездных билетах. Записать на нее можно сравнительно небольшое количество данных. До 512 тысяч байт. Но этого хватит, чтобы расплачиваться в магазине, запускать гаджеты, открывать электронные замки. Вот как использует более крупный вариант микрочипа московский биохакер Владислав Зайцев. Это вот такой вот диск. Это банковская карточка. То есть там внутри чип от банковской карточки, залитый в силикон с другой антенной, на его же месте была тройка раньше. Потом тройку вытащили, банковскую карточку ставили. И два чипа маленьких. В чипе используется технология радиочастотной идентификации. Сам он не может запрашивать информацию, но способен ее передавать. После того, как устройство считает его 16-значный идентификационный код. Помимо Владислава Зайцева, разработкой вживления микрочипов в России занимается новосибирский врач Александр Волчек. У него в руках уже 6 микросхем. Российские биохакеры признаются, от взлома подобные системы не защищены. Это либо прицельная атака на человека, когда ты знаешь, где он живет, ты его, грубо говоря, встречаешь с работы, садишься с ним в метро, крадешь у него эти ключи и на следующий день заходишь к нему в квартиру. Это надо вот не просто там пароль от сервиса украсть. Это надо вот конкретно знать, куда этот код потом применить. Но да, скопировать его несложно. Беззащитность биочипов показал британский кибернетик Марк Гассен в 2010-м. Он сам перепрограммировал вживленный в руку микрочип. И тот стал рассылать в компьютеры в зоне досягаемости вредоносную ссылку. Несколько десятков машин оказались заражены. А вот опасения, что с помощью микрочипа импланта за человеком можно будет следить, оказались беспочвенными. Чип распознается на расстоянии не более 15 сантиметров от считывающего устройства. Представляют ли микрочипы угрозу для здоровья? Опасения на этот счет были. Несколько лет назад в СМИ были опубликованы результаты лабораторных исследований мышей. Они показали, что в некоторых случаях вблизи места вживления микросхем развивались раковые опухоли. Но в итоге эксперты не нашли достаточной связи между операциями и развитием онкологии. Вот что говорят о микрочипах российские врачи. Будут ли эти люди умирать потом от рака? То есть мы не знаем и сказать точно невозможно, пока какая-то определенная группа себе их не вмонтирует. По поводу кратковременных, потенциально опасных качеств для здоровья, которые могут возникнуть буквально там сразу. Опять же, я считаю, что здесь возможно никаких каких-то жестких последствий, осложнений ждать не следует. По той простой причине, что люди уже достаточно длительное время имплантируют в себя различные искусственные элементы. Взять хотя бы протезы клапанов сердца, эндопротезы суставов коленного, например, протезы ключицы. Но даже если врачи поручатся, что имплантация безвредна, вряд ли каждый согласится на вживление в тело инородного предмета. Мария Киреева о технологиях. Хочу, чтобы ты знал, ты моей семье не жалел, но я тебя не помил. Годунов. Премьера. Только на канале Россия. Редактор субтитров А.Семкин